книга открытым оком тема объединения том 10 вопрос 2335 разве раньше архиереи зарубежной церкви не были единодушны по отношению московской патриархии открытия своих приходов и рукоположения епископов своих специально для россии как же теперь они осуждают столь решительные и благотворные свои действия отвечает игнатий тихонович лапкин ничем как только помрачением ума и совести тех кто объявляет открытия приходов от зарубежной церкви в россии ошибочными дело так обстоит что теперешние архиепископы марк и илларион бывший к тому же тогда секретарем в синоде были за открытие этих приходов и рукоположения епископов для россии лучшие свои деяния они теперь охаивают да не вменится им это и да не сбудутся их желание соединиться с беззаконными и нераскаянными и рачекистами нашим приходом устраивают современный лиенс евангелие от матфея 24 4 иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прелестил вас колоссянам 24 это говорю я для того чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами послание архиерейского собора русской православной церкви за границей верным пастырям и возлюбленной пастве нашей кавычки открываются троеточие верим и исповедуем то что в храмах московской патриархии в тех из них в которых священник горячо верит и искренно молится являясь не только служителем культа но и добрым пастырем любящим своих овец по вере приступающих подается в таинствах спасительная благодать немногочисленные эти храмы на необъятных просторах русской земли храмы катакомбных христиан братьев наших в которых совершают богослужения священники сохранившие экономическую преемственность от принявших мученические венцы истинных архипастыри церкви еще более малочисленны и недоступны широкой массе верующих вот почему обращаются к нам священники и верующие из россии с просьбой покрыть их амафором дать им благодать пастырская совесть говорит нам что мы не только можем но и должны помочь им испытывая каждый раз причины побудившие их обратиться к нам однако приступаем мы к этому своему новому служению с большой осторожностью возлагая надежду на помощь божию ибо невозможное человеку возможно богу не знаем мы еще насколько демократизировалась советская власть и насколько реально перестройка мы же со своей стороны готовы протянуть руку нуждающимся в нашей помощи если благословит бог создадим ли мы этим раскол в церкви как думают и говорят некоторые непонимающие благодатной жизни церкви они очевидно забыли или не знают того что раскол в российской церкви создан уже 63 года тому назад митрополитом сергием и его последователями страшные последствия декларации московская патриархия не изжелая в наши дни потеряв внутреннюю свободу церкви грубо нарушая 30 апостольское правило если какой епископ мирских начальников употребив через них получит епископскую в церкви власть да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним и решительно и бесповоротно стоит на этом пагубном пути даже теперь когда во всех слоях общества освобождаются от грехов лжи и лицемерия прежних десятилетий в свое время в церковное управление московской патриархии влились бывшие обновленцы они внесли модернизм и чрезмерное увлечение экуменизмом стоит перед нами и следующий вопрос может ли иерархия русской православной церкви за границей иметь своих епископов России на русской земле мы думаем и верим что не только можем но и должна ведь русская земля не является для русских епископов территорией чужой автокефальной церкви огромный простор россии в которых миллионы верующих остаются без священников без благодатного окормления мы получаем множество писем от верующих из страдавшихся без духовной пищи в которых они умоляют нас дать им священников подобно нищему они просят дать им хлеба духовного и можем ли мы в их протянутые к нам руки положить камень безразличия и равнодушия да не будет наш долг сделать все возможное чтобы удовлетворить их духовный голод московская патриархия очевидно не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам никто не знает что ждет еще нашу родину какие перемены произойдут в ближайшее время в ее жизни пока открыта только щель возможно временно и мы должны воспользоваться ею а остальное в руках божьих ибо бог наш бог творящие чудеса да будет его святая воля 3 по новому стилю 16 мая 1990 года председатель архиерейского собора митрополит Виталий члены архиерейского собора архиепископ Антоний Лос-Анджелеский архиепископ Антоний Женевский архиепископ Антоний Западноамериканский архиепископ Павел архиепископ Лавр епископ Алипий епископ Марк епископ Лазарь епископ Иларион епископ Константин Жизнь продолжается, и может статься завтра, я окажусь у жизни за бортом За низенькой афганской грязной партой и полным сиротой с голодным ртом Дрожь пробирает больше, чем в Сибири, не приведи, Господь, и сохрани Конечно, опыт мой сегодняшний пошире, но только б с верой крепче, чем гранит Суметь противостать врагов наскоком, насмешком, над льющейся печалью В той нищете смотреть открытым окон, спастись от дикости исламского начальства Их самодурства, алчности, блуда Нет ни предела, как и темноте, быть совестью в содружестве, в ладах И помнить, что Иисус нас всех чистее Как устоять голодному ребенку в той атмосфере злого фанатизма Угроза смерти с минаретов громко, что без Христа жизнь только страшный призрак Невыносимо слышать клевету на любящего, кроткого Иисуса Так каждый день и ночь тык как в бреду Попреки и толчки, что уродился русским Ермо, попавшего в рабы чеченской злобе Скрипит проржавленным болтом и бьет в ключицу Их автомат нацелены на взводе Когда тайком склоняюсь помолиться Мне плакать с плачущими Богом суждено На сердце раны гнойны И память вся в нарывах С отверженными стражду явно Не в кино С односельчанами, любимыми в норыми Не опускаю руки по ночам Перебираю четкие лестовки оковы И даже в обороне Не держал меча Без крови бьюсь И за врагов единокровных 16 августа 2004 год Игнатий Лапкин